советский и российский рок-музыкант композитор поэт и актер театра михаил горшинёв известен под сценическим псевдонимом горшок в 1988 году им была образована панк-группа король и шут правда изначально группа называлась контора сложно найти человека который бы не слышал хиты кукла колдуна лесник прыгну со скалы и многие другие композиции группы король и шут михаил горшинёв был не просто основателем и автором музыки хитов короля и шута многие считали его душой легендарной группы в ночь 18 на 19 июля 2013 года михаил горшинёв ушел из жизни причиной стала токсическая кардиомиопатия с развитием острой сердечной недостаточности на фоне употребления алкоголя и запрещенных веществ 7 августа 2013 года музыканту могу исполниться 40 лет 22 июля того же года состоялось прощание с фронтменом группы король и шут проститься с ним пришли не менее 10 тысяч человек изначально родные михаила горшинёва планировали развеять его прах однако 1 августа 2013 года он был захоронен на главной аллее богословского кладбища санкт-петербурга богословского кладбища санкт-петербурга Советский и российский рок-музыкант, автор песен, композитор и музыкальный продюсер Александр Аксенов более известен как Рикошет. В 1985 году им была основана рок-группа «Объект насмешек» – флагман ленинградского панк-рока второй волны. До этого Александр Аксенов успел переиграть с различными панк-группами, включая автоматические удовлетворители и народное ополчение, но вскоре решил пойти своим путем. Он начал сочинять песни, к записи которых подключил музыкантов, с которыми в разное время пересекался. В 1990 году группа перестала выступать, а с середины 90-х Рикошет начал выпускать сольные альбомы. 22 марта 2007 года Александр Аксенов ушел из жизни. Официальной причиной смерти была названа остановка сердца. Рикошету было 42 года. Много лет он прожил незарегистрированным браком с Марьяной Цой, вдовой Виктора Цоя. Много лет он прожил незарегистрированным браком с Марьяной Цой. Автор песен, поэт, художник и актер Виктор Цой был основателем и лидером рок-группы Кино, которая входила в состав Ленинградского рок-клуба. До этого Виктор Цой выступал в группах Палата номер 6 и Автоматические удовлетворители. Виктор Цой – один из самых влиятельных и известных советских рок-музыкантов. В группе Кино он сам писал тексты песен и исполнял их на концертах. За все время существования группы вышло 8 альбомов, последний из которых вышел уже после смерти Виктора Цоя. Помимо музыки, Виктор Цой также снимался в кино. В 1989 году в Москве состоялась премьера картины «Игла» с музыкантом в главной роли. Фильм стал лидером советского кинопроката 1989 года, а Виктор Цой был признан лучшим актером этого же года по версии журнала «Советский экран». 15 августа 1990 года музыкант погиб. Причиной стало ДТП. Виктор Цой прожил в этом мире всего 28 лет. 19 августа того же года музыканта похоронили на Богословском кладбище. Проститься с Виктором Цоем пришли около 30 тысяч человек. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Советский и российский актер, режиссер театра и кино, общественный деятель Кирилл Лавров сыграл в кино более 120 ролей. Многие помнят его по советским картинам «Ссора в Лукашах», «Живые и мертвые», «Возмездие», «Укращение огня», «Еще не вечер», а также по российским сериалам «Бандитский Петербург», «Убойная сила», «Мастер Маргарита» и по многим другим фильмам. В 1955 году Кирилл Лавров начал служить в Большом драматическом театре. В 1989 году он стал его художественным руководителем и находился на этом посту до конца дней. 27 апреля 2007 года Кирилл Лавров покинул этот мир. Причиной смерти стала лейкемия. Актеру был 81 год. Кирилл Лавров был похоронен на Богословском кладбище рядом со своей женой, актрисой Валентиной Николаевой. Кирилл Лавров Кирилл Лавров был похоронен на Богословском кладбище. Кирилл Лавров 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 Продолжение следует...